Добрый день друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф На нашем канале вы найдете самые годные способы заработка и самые интересные схемы Итак, сегодня мы поговорим о том, как на маленькой площади организовать свое производство Это может быть часть квартиры, это может быть подсобное помещение Но нужно совсем немного места и это может сделать практически каждый Еще один из важных критериев для данного бизнеса это маленький порог входа Имея даже 500 рублей в кармане вы сможете организовать такое производство Если вам интересно, смотрите это видео до конца, вас ждет и подробная схема и все детали данного проекта Итак, поехали! Но прежде небольшая предыстория Пример самого простого линейного производства это станок по производству гвоздей Что может быть проще гвоздь? Однако на сегодняшний день производство гвоздей в Китае, готовых гвоздей, обходится дороже, чем сырье для фабрики гвоздей в России И это факт Как такое возможно? Ну сейчас мы об этом поговорим Вот посмотрите, например, вот такой вот готовый бизнес Туда загружается проволока Проволока имеет определенную стоимость И вы получаете готовый продукт, который имеет стоимость, например, в два раза дороже Килограмм проволоки, например, стоит 100 рублей Килограмм гвоздей стоит 200 По логике так должно быть Но для данного бизнеса это не всегда так Дело в том, что сырье в том же Китае может быть дешевле Электроэнергия может быть в 6 раз дешевле И могут быть другие нюансы В итоге купить гвозди в магазине может оказаться дешевле, чем производить их самостоятельно в период перемен и в период кризисов Почему так происходит? Потому что очень сильно меняются и колеблются цены на сырье В этом плане самый идеальный вариант найти такое производство, которое использует вообще бесплатное и абсолютно доступное сырье Ну вот пример тому, например, производство топливных брикетов Да, само производство это дорогое, оборудование может стоить более полумиллиона рублей Но из расходов в основном только электроэнергия Бесплатное сырье, опилки прессуются в топливные брикеты Вот пример, так скажем, антикризисного производства Потому что опилки будут доступны при любых условиях и скорее всего они будут бесплатны Итак, давайте посмотрим еще на эту картинку Это могло бы походить на гигантскую мусорку или на участок безжизненной планеты Марс Тем не менее, это обычный медный карьер В медной руге содержание меди менее 2%, однако при этом добывать ее рентабельно Почему? Потому что огромные объемы этого сырья То есть, когда объем сырья безграничен для человечества, по сути дела, этот ресурс становится бесплатным И даже при таком низком содержании можно добывать полезный, ценный металл из кучи мусора Так вот, что нам доступно, кроме руды, кроме каких-то полезных ископаемых, которым нет доступа простому человеку? Конечно же, мусор, обычный бытовой мусор А что составляет примерно 50% бытового мусора? Да, это пластик И пластика за последние десятилетия накопилось огромное количество Причем мы платим за товар, когда покупаем его в магазине В расчете на стоимость его упаковки, цена которой может составлять 60 или 70% продукта Когда вы берете йогурт в пластиковой баночке, молоко, какой-то напиток, сметану, газировку Вы платите за бутылку иногда в 2-3 раза дороже, чем за ее содержимое Что вы делаете с бутылкой? Вы выносите эту бутылку на мусорку, потом вы платите за вывоз мусора, потом вы платите мусорный налог и так далее В итоге за один и тот же мусор человек платит снова и снова То есть за продукт, за содержимое пищевой упаковки он платит один раз, а за мусор он платит многократно В итоге расходы на мусор огромны Но не надо думать, что мусор это бич и его некуда девать На самом деле мусор это такое же сырье Причина в том, что мусор не перерабатывают, например, как медную руду То, что если собрать мусор со всей планеты и поместить его в один медный карьер Его не наберется, чтобы даже заполнить этот карьер Мусора на планете не так много, чтобы строить специальные заводы, которые могли бы из него извлекать, например, редкоземельные элементы, металлы и пластики То есть это не тянет на большое производство Но для того, чтобы обогатиться одному человеку, этого вполне достаточно Давайте посмотрим на конкретный пример пластика Как вы думаете, сколько стоит вот такая вот, например, мятая бутылка? Из чего она сделана? Ну вот я вам скажу сразу готовые факты Это поликарбонат Один из очень прочных видов пластика, технических пластиков Из которого можно делать детали, механизмов, веревки, гамаки Назначений очень-очень много И сейчас я вам покажу, сколько стоит уже готовое сырье для производства пластиковых изделий Ну, возьмем, например, филамент для 3D принтера Я нахожусь на сайте магазина Техно3D Это магазин, который продает 3D принтеры и пластики Так вот, я выбрал специально поликарбонат Обладает высокой жидкостью, прочностью Только не стоя к действию ультрафиолета Но в остальном у него нет недостатков То есть он превосходит многие пластики Так вот, катушка полкило стоит 3100 рублей Полкило 3100 рублей Эта катушечка стоит 1 килограмм, белый пластик 2145 рублей То есть в зависимости от производителя Здесь цена варьирует Ну, вот, например, полкило 3100 рублей Итак, несложно посчитать, что цена Лишь сырья для производства изделий из поликарбоната Начинается от 2000 с лишним до 6000 рублей Потому что это не готовое изделие Это лишь сырье, пруток поликарбоната Соответственно, изготовив вот такую вот катушку Вы можете вполне ее продать Например, за 1500 рублей Катушку, которая весит 1 килограмм Вопрос, где взять пластик? И как его переработать? С пластиком мы определились Это мусорные контейнеры, мусорки Это пункты приема Это бытовой пластик, который у многих просто валяется на приусадебных участках То есть можно добывать этот пластик в избытке Более того, можно даже организовать пункт приема пластика То есть принимая на вес, принимая за копейки этот пластик Например, его можно принимать на вес по 50 рублей за килограмм А можно дороже И вам местные бомжи или бедняки принесут этого пластика тонны Столько, сколько вы даже не сможете переработать Теперь, самое интересное, как превратить пластик в готовый продукт Оказывается, что пластик в пластиковых бутылках Он не только имеет высокое качество То есть он имеет пищевую очистку Но он и отлично проходит вторичную обработку Переплавку И в итоге получается продукт Годный для последующего производства изделий Конкретно нас интересуют 3D нити Но, как изготовить аппарат по производству 3D нити? Под видео я оставляю ссылку на готовый проект Вот так выглядит сам проект То есть это станок Станина используется в виде обычной фанерки Или листа LDSP К ней крепятся 3D детали 3D детали печатаются на 3D принтере Это, пожалуй, то, что можно заказать в 3D печати И обойдется это недорого Причем многие детали даже можно не заказывать То есть можно сделать их аналоги из листа Из самой дешевой термополимерной глины То есть можно некоторые детали вылепить и отвердить их Так вот, друзья Деталей тут немного Можно заказать в 3D печати По цене, например, 5-10 рублей за грамм То есть в 3D печати таких деталей не будет дорогой Второе, то, что можно сделать Это можно данные детали Заказать на сайтах типа GLCPCB Для демо заказа Для первого заказа Можно за доллар сделать заказ сразу нескольких деталей Ну а для того, чтобы проект был проще Детали можно объединить в один проект В общем-то, если вы имеете 3D принтер Создание подобных деталей обойдется копейки Так вот, друзья Что представляет из себя этот станок Он представляет из себя простой двигатель Щеточный Это не шаговый двигатель Который работает через редуктор И питается через диммер Вот здесь находится регулятор диммера То есть можно регулировать скорость оборотов То есть скорость, конечно, регулируется приблизительно Но качество притка вполне приемлемым остается Снизу находится блок питания Здесь находится сопло с подогревом И находится контроллер, который регулирует температуру сопла То есть выставляется, например, температура 250 градусов И идет подача пластика Пластик протягивается Есть по ссылке видео, как собрать данный станок Есть ссылка, как распаять электронику И много деталей лишних Например, вот здесь ножки Это распечатанные детали на 3D принтере Для более простой конструкции Ножки можно изготовить из того же материала Из фанеры или из ЛДСП Некоторые детали явно лишние То есть не обязательно размещать, например, отдельный модуль Под вывод выключателя То есть можно вырезать отверстие в фанере и разместить выключатель там То есть очень-очень много лишних деталей Тем не менее, этот станок, несмотря на простоту, работает и дает отличное качество филамента Здесь показано, как с ним работать Здесь показано, как настроить данный контроллер То есть он подпаивается и выдает стабильную температуру Стоит он на Алиэкспрессе в районе 100 рублей Дальше Настройка сопла Сопла можно купить бушное Тоже за 100, за 150, за 200 рублей Вместе с датчиком И в конце Есть примеры того, как На станке Полученный филамент Используется для печати вот таких вот прозрачных кристаллов Выглядят они потрясающе И это готовое товарное изделие Во-первых, такой станок может быть полезен тем, кто использует 3D принтер Потому что печать из поликарбоната Это не печать, допустим, из АБС-пластика Который слишком токсичен Это не печать из ПЛА-пластика Который разрушается даже от нагрева горячей водой Нет, это вполне серьезный пластик Который может использоваться для инженерных деталей Может использоваться для шестеренок Для деталей креплений Для узлов механизмов То есть это серьезный материал И продавая 1 кг по цене 1000 рублей Вы всегда найдете на него покупателя Есть способ непрерывной подачи То есть достаточно выбрать бутылки одного размера И можно пластик подавать в сопла Друг за другом, скрепляя филамент Таким образом у вас получится катушка непрерывная пластика Но для малых проектов можно делать кусочки пластика Из отдельных бутылок Таким образом, перерабатывая дешевое вторсырье Можно производить очень дорогой продукт Такой, как в этом магазине Ну а если вы владелец 3D принтера То вы можете получить доступ практически к бесплатному материалу Опережая ваших конкурентов То есть вам не нужно будет тратиться на какие-то проекты Вы можете использовать бесплатный материал Из доступного всем ресурса Что хочу сказать в заключении Дело в том, что данный филамент используется не только для 3D печати Он используется как веревки Как леска для различных рыбацких приспособлений То есть он может использоваться в рыболовстве Из него можно плести гамаки Из него можно плести канаты Из него можно плести садовую сетку И даже из этого прутка плетут имитацию фигурной резьбы и ковки То есть это имитация кованого металла Делают аналоги кованых оградок Ворот, ограждений Различные узоры, рисунки То есть пластик легко формируется термофеном И вы всегда найдете точку сбыта Если у вас есть готовый филамент Вы можете его продать Причем можно продавать от 1000 рублей за килограмм Поэтому данный аппарат может приносить более 2000 рублей в день И занимает он совсем немного места И кладовка, и балкон, и какой-то небольшой уголок в квартире Может приносить вам деньги Ну что ж, друзья, если вам понравилась идея Поставьте лайк, поддержите наш канал Также подписывайтесь на наш канал На сервисе Boost Там большое количество интересных схем заработка Которые вы можете изучить Хороших вам заработков, друзья И до встречи в наших новых видео